Их мало, но они со свечками и списками. Возле Соловецкого камня напротив знаменитой Лубянки зачитывают имена, как выражаются организаторы, погибшие в сталинских репрессиях, сгоревших в пожарах геноцида 30-х годов 20-го века. Репрессии бывают всегда, но репрессии в советском периоде – это особое дело. И память о них еще свежа, реабилитация их еще не закончена, потому что работает комиссия по реабилитации. Я думаю, что ей надо активизировать свою работу. Это особый период и особая память. Для всех пришедших в этот день к Соловецкому камню репрессии 30-х годов является чем-то особенным. Правда, чем погибшие в 37-38 годах отличаются от жертв 91-го или 93-го года, никто объяснить так и не смог. Ян родился в Чехословакии. Его родных расстреляли во времена тех самых репрессий. Сейчас он живет в Москве и занимается культурой. Уверяет, историю России знает хорошо. Я, конечно, жалею любой жизни, которая пропала зря, но принцип вот этого чтения такой. Вот эти жертвы не могут защищаться, их не могут защищать ни их родные, ни их знакомые. Вообще никто их не может защитить уже, да? Ну не мог тогда и не может сейчас. Вот эта гражданская самозащита, она очень на месте. А вот все остальное, 91-й, 3-й год, там все-таки есть другие механизмы, за помощью которых можно действовать. Тут нет, остается прочесть имена, чтобы люди были не забыты. 30 октября в России официальный день памяти политических репрессий. Но если вспоминать погибших только в 30-е годы, получается придавать забвению память погибших в других репрессиях. А их в России было немало. Только в 20-м веке. Кровавые воскресенья в 1905 году, кровавые расправы над революционерами в 1917 году, террор гражданской войны и отдавшие свои жизни при защите советской власти в 91-м, 93-х годах. Разве в этих чистках погибло меньше людей, чем в 30-е годы? Или эти жертвы не заслуживают памяти? Не сопротивляясь идее восстановления исторической справедливости, должны были бы вспомнить всех тех, кто заслуживает сегодня памятников на всем пространстве большой России. Ну, например, я могла бы сказать, а где у нас памятники пионерам-героям? Кто у нас сегодня из новых поколений помнит Валю Котика или, например, героя песни Витя Черевичкина? Помните такую песню? Дело в том, что идеи памятников стали либо реваншистскими, либо выморочными. Немного света на забвение павших в политических репрессиях прольет название организации, затеявшей чипки списков со свечами. Это скандально известное международное общество «Мемориал», основанное еще в 1987 году, во времена Горбачевской перестройки, а по сути – разрушения СССР. Задача общества «Мемориал» – создать негативный образ Советского Союза под прикрытием так называемых разоблачений советских репрессий. В 2009 году «Мемориал» предложил приравнять к политическим репрессиям осужденных в СССР гомосексуалистов. Один из спонсоров общества «Мемориал» – фонд «Сороса», тот самый, который переманивает российских ученых за рубеж. Сейчас и фонд «Сороса», и общество «Мемориал» признаны иностранными агентами. А если посмотреть на нынешнюю Россию, в 90-е годы численность населения резко убывала. Вот если посчитать убитых в бандитских разборках наших девчонок, которые продавали как рабынь за рубеж, когда офицеры вешались, потому что не получали зарплату в середине 90-х, по полгода не могли прокормить свою семью, когда не рождались дети, потому что нечем было кормить этих детей, то ущерб с точки зрения демографической исчисляется на многие миллионы. Это несопоставимо с периодом 30-х годов. А вот вопрос и трибунал, а кто ответит за это? Почему на этот вопрос не отвечает общество «Мемориал» и фонд «Сороса» – понятно. Но почему на официальном уровне Российской Федерации продолжают поддерживать культ злобного, кровожадного Сталина? Если обратиться к истории, то репрессии 37-38 годов были не сталинские, а скорее антисталинские. В 1936 году Иосиф Сталин предлагает новую конституцию. Она дает право на тайные выборы, да еще и разрешает баллотироваться на пост нескольким кандидатам. Это очень не понравилось тем, кто был уже у власти. Начинают вспыхивать заговоры Тухачевского, Ягоды, Янукидзе. Первый секретарь Западно-Сибирского крайкома Роберт Эйхе впервые предлагает провести профилактические аресты среди бывших кулаков, бандитов, представителей свергнутых глазов и офицеров. Якобы это снизит количество заговоров. На самом деле попытка показать – тайные выборы с несколькими кандидатами опасны, могут прийти враги. Идею тут же подхватывают остальные члены ЦК. Самыми кровожадными оказались авторы идей Роберт Эйхе и первый секретарь Московского городского комитета Никита Хрущев. В итоге они все же добились отмены выборов с несколькими кандидатами. К сожалению, об этом заговорил Хрущев, один из инициаторов этих репрессий. И он изложил извращенную версию того, что произошло. Получалось, что во всем был виноват лично Сталин и только он, или его непосредственное окружение. Всю подоплеку и ответственность вот этих людей, которые старались удержаться у власти, хотя уже не соответствовали задачам, моментам, он скрыл. И потом вот это стало миной замедленного действия против нас. На репрессиях 1937-1938 года спекулировали. Все время говорили о том, что советская страна – это была страна массового террора, страна, которая держалась исключительно на репрессиях, на запугивании. О том, что за этим стояло, какие сложные моменты, и как, в общем, страна избавлялась об этом, не говорили, не говорили о том, что все, в конце концов, были освобождены, все реабилитированы. Казалось бы, 30-е годы давно прошли, все жертвы реабилитированы. Что же еще нужно? В сталинское время – эпоха самого мощного технического прорыва. Именно тогда, в 30-х годах, закладывался фундамент производства, науки, военной промышленности и сельского хозяйства. После войны разрушенная страна всего за 5 лет встала из руин и вырвалась в мировые лидеры производства. Это стремятся выбить из памяти русских людей, подменяя технический прогресс на массовые расстрелы и злобного Сталина, чтобы лишить русский народ психологии победителя.